приветствую с моими друзья и гости канала добрый вечер и кто-то из вас написал комментарий макс у тебя больные глаза ребят конечно больные хожу спортзал каждый день работаю до последнего работы до талого просыпаюсь рано утром упахиваюсь надо пахать еще раз нужно пахать потому что стоят грандиозные амбициозные цели опять же продавая квартиры которых не самая высокая маржа приходится пахать в разы больше чем чем другие риэлторы которые впаривают вам всякий неликвид из чего они зарабатывают офигенные деньги поэтому приходится вкалывать а куда деваться приходится впахиваться впахиваться еще распахиваться поэтому глаза уставшие то сейчас нафантазируйте что может быть с похмелья катались или еще плюс опять же я сейчас на дефиците калорий я сейчас у меня режим притом жесткий режим поэтому все это накладывается 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 еще же накладывается но мы с вами продолжаем сегодня снял видеоролик про то как надо правильно выбирать район для пмж на что следует обратить внимание и опять в комментариях вопросы по поводу того что какой район вы посадите пенсионерам ребят пенсионеры все разные например мои родители пенсионеры да им понравился догомес но они реаль пенсионеры а еще у меня есть пенсионер например клиенты например татьяна она живет в жилом комплексе весенний понимаете и она считает что это лучший район хотя у нее есть квартира и в кудепсте из квартиры и догомесе из квартиры на лысой горе но она считает что вот на данном этапе вот жилой комплекс весенний для нее самый лучший почему для нее лучше да потому что она на автобусе куда угодно может передвигаться может зимтеатр не нравится театр ходить так далее и все понимаете для него то транспортный лучший район например а еще у меня были пенсионеры да они например захотели остановиться например веселым да и им там нравится 100 людей ребят 100 разных мнений другое дело что нужно всегда формулировать именно так например мы пенсионеры и какой вы нам район порекомендуете хотели бы квартиру примеру 30 квадратных метров в пределах четырех миллионов рублей и тогда я уже там смогу вам дать рекомендации да что там предел 4 миллионов рублей особо мы нигде потому что любой пенсионер какой бы он не был да ну любой нормальный адекватный пенсионер он никогда в жизни не откажется примеру от квартиры в жилом комплексе ривьера в жилом комплексе паре горького в жилом комплексе остров мечты в жилом комплексе красная площадь в жилом комплексе миллениум тауэр в жилом комплексе виктория в жилом комплексе сокол кстати в жилом комплексе сокол и так далее никто из пенсионеров пенсионеров, в том числе и мои родители, никогда в жизни бы не отказались. Но все, что я вам перечислил, это все свыше 10 миллионов рублей, там, за какие-то затрыпанные 40 квадратных метров. Поэтому, например, в бюджете, к примеру, 4 миллиона рублей 30 квадратных метров, это у нас вариант, там, Блинова можно посмотреть, можно посмотреть Молдовку, можно посмотреть, как вариант Дагомыс, я думаю, Дагомыс будет выиграть. Если, например, хочется в пределах трех миллионов рублей, хочется, там, не менее, там, на 35 квадратных метров, то, само собой, понятно, что нужно перемещаться в Лазаревское, пока в Лазаревском можно взять, хотя в Лазаревском уже цены повышаются, повышаются, еще раз повышаются, ребят. Ну, как бы так. Поэтому надо формулировать правильно. Вот, например, тоже самое, что, возьмете, например, скажите, пожалуйста, какой хороший автомобиль, вот, например, я вас прошу, скажу, ребят, я вот думаю, что папа приезжает в Сочи, я думаю, Киа Рио, здесь ему будет не очень хорошее, я думаю, что надо ему паркетник. Подскажите, пожалуйста, вот какой лучше взять для отца паркетник, да, какой лучше для отца взять паркетник? И вы мне что скажете? Макс, блин, возьми отцу Макан, нормальный вариант, Макан возьми, ну, хороший вариант будет. Или, например, вы мне напишите, скажете, Макс, ну, блин, у тебя там у отца, там, или племянники, там, целая куча, там, большая семья, все. И плюс, опять же, ему нужна экономичная машина. Возьми ему Аудио Q7. Блин, хороший вариант, хороший паркетник Аудио Q7. Тем более, сейчас с одного модельный ряд, там, хорошие скидки, все остальное. Но это же будет неправильно, ваш совет. А я скажу, ребят, какой паркетник отцу взять в пределах 800 тысяч рублей? 800 тысяч рублей. И здесь кто-то скажет, а, ну, понятно. Ну, тогда можно взять бушный Qashqai, можно взять пятилетний, можно взять Kia Sportage, в принципе, и пойдет по-другому. То же самое с квартирами. Все абсолютно одинаково. Конечно, в идеале, вот, кому всем подойдет, это центр Сочи, это идеальный вариант, либо центр Адлера. Но на центр Сочи, на центр Адлера, почему-то, не у всех пенсионеров есть деньги. Ну, нет почему-то денег. Так же, как у моих родителей. Ну, нет денег купить квартиру в центре Сочи за 15 миллионов рублей. Ну, у них таких денег почему-то нет. Да и у моих клиентов большинство тоже таких денег нет. Понимаете? То же самое это касается и, там, лучший район, там, для покупки дома для родителей. Сколько квадратов дом? В каком бюджете? Если вы родителям покупаете дом за 5 миллионов рублей, ну, хотите купить дом за 5 миллионов рублей, тут у вас вариантов мало. Либо Васильевская горка, где-нибудь в село Васильевка, либо, соответственно, хлебороб, либо мы смотрим с вами красную волю. Все. И на этом заканчивается. Все. Круг в 5 миллионов, чтобы был свой небольшой участок, на этом заканчивается. На этом мы ставим жирную точку. А если, например, скажете, там, в пределах 10 миллионов рублей, стоп, мы начинаем уже рассматривать. А если, скажете, в пределах 20 миллионов дома какой-нибудь недорогой, вперед. А если, скажете, в пределах 50, уже другие варианты появляются. Поэтому здесь как бы так. И это, я считаю, ну, как бы цену озвучить это нормально. Теперь следующий тоже вопрос. Я на некоторые вопросы отвечу. Вот там, инвестиции, хотим инвестировать, какие скидки дается инвесторам и тому подобное. Ребят, давайте определимся. Вы покупаете квартиру в Сочи в стройке, либо вы инвестируете в Сочи. Это немножко разные вещи. Например, вот я вчера разговаривал с одним из коллег своих. Он взял и продал своему инвестору квартиру в жилом комплексе семейном на 100 миллионов рублей. Ну, это инвестор. Понятно, что данный инвестор купил квартиры даже прям буквально там три месяца назад по 65 тысяч рублей за квадратный метр. Те квартиры самые ходовые, которые сейчас стоят 100 тысяч рублей за квадратный метр. Понятно, что ему сделали такие скидки, такое условие. Но если вы там с двумя миллионами рублей решили там проинвестировать, ну, ни про какие скидки разговоров не может быть. Ну, может быть, тысячу рублей за квадратный метр скинуть, может быть, там полторы тысячи и все. Не будет таких скидок, как те люди, которые действительно инвестируют Которые раз в 100 миллионов сразу и загнали Понимаете разницу между инвесторскими предложениями? Само собой, то же самое Лазаревская сейчас поставит квартиру на продажу И у инвестора, который вложил 100 миллионов рублей Который смог взять по 65 тысяч рублей за квадрат метр А некоторые по 62 тысяч рублей за квадрат метр Понятно, что у нее предложение будет гораздо лучше, чем ваше Потому что вы берете квартиру для инвестиций по 90 тысяч рублей за квадрат метр А они взяли по 65 И само собой, разумеется, они будут зарабатывать Притом будут зарабатывать действительно, как мы там обещаем Даже у них получится, вполне возможно, что получится где-то процентов 70 годовых Ну а у вас там получится на Лазаревском 20% годовых, не больше Ну понимаете, да, к чему я клоню все То же самое это касается и там, например, я помню тоже продавал для инвесторов квартиру Например, в жилом комплексе Покровский А потом я узнаю, встречаясь с одним из своих подписчиков Мы, получается, на стройке взяли квартиру, самую первую взяли по 170 тысяч рублей за квадрат метр А оказывается, тот, ну мой подписчик, он купил там 20 квартир, но уже были срочные деньги И он купил по 90 тысяч рублей за квадрат метр Ну конечно, перепродать с такими инвесторами будет тяжело Представляете, разница? Разница почти в два раза получилась на закупе в одно и то же время В одно и то же время, ребят, понимаете? Поэтому вот как бы так Все-таки давайте будем четко разделять, кто такой инвестор, а кто такой человек Который является участником долевого строительства Это разные люди, ребят, это абсолютно разные О, блин, парковка есть, офигеть, что случилось? Ну вот как бы так, ребят Поэтому, 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 на инвесторе в Сочи зарабатывать можно Еще раз повторюсь, зарабатывать можно на тех объектах, которые можно там вложить Опять же, ну инвестор это не тот, кто выгодно купил, а тот, кто выгодно продал И у кого осталась хорошая дельта между покупкой и между продажей Вот А продать квартиру в Сочи гораздо тяжелее, чем купить Все, ребят, вам всем хорошим настроением Пойду я смонтирую для вас видеоролики И вам всем добра И пока Я, конечно, понимаю, что вы привыкли, чтобы у меня видеоролики там шли по 30 минут Но 10-минутный формат я тоже буду запускать Потому что, ну, нет смысла тянуть кота за одно и место Пока Продолжение следует...